Здравия, дети рода человеческого! И дети других родов! Вам тоже здравия! Вашему вниманию Дэвид Айк, английский профессиональный конспиролог, автор двух десятков книг. Основополагающей идеей Дэвида Айка является идея о том, что люди якобы живут в иллюзорном, нетвердом мире, напоминающем чем-то компьютерную симуляцию или голограмму. И люди – лишь сознание, испытывающее опыт в этой реальности. Согласно этой идее, мозг человека является своеобразным декодером волновой реальности, позволяющим нам ощущать этот мир как плотный. Дэвид Айк стал известен широкой публике после того, как выдвинул теорию о существующей в нескольких измерениях рептильной расе, управляющей процессами на Земле, а также ответственной за создание человека путем генетических изменений и скрещивания своей ДНК и ДНК человека. Далее, вторая часть лекции по одноименной книге под названием «Раса человеческая. Встань с колен!» Прошедшая в Брестонской академии в 2010 году. Приятного просмотра. Да, и по мнению Дэвида Айка, любовь – это единственное, что существует объективно. Все остальное является иллюзией. Произошло следующее. Я писал эту последнюю книгу, и как-то утром сел за компьютер. У меня были мысли об этом и раньше, но они приходили и исчезали. Но однажды утром я сел, собираясь продолжить писать, и это было как со мной это уже не раз случалось за последние 20 лет, будто энергетическое поле опустилось на меня, и вдруг я просто понял, что Луна не та, за что себя выдает. Она не тело небесное или явление природы, как нам всегда казалось. В древней книге написано, что сначала в нашем мире совсем-совсем не было света. Пока один суперсильный человек не принес Солнце на нашу маленькую планету. Хранитель Солнца управляет сменой времен года, охраняет планету и все такое. А Луна ее принес из мира снов самый первый хранитель Луны. Вообще-то, он и сны в наш мир принес. Вот так и установилась равновесие. Ночи и дня. И с этого момента информация стала стекаться ко мне по каналам Пяти Чувств. Сначала приходит озарение, и вдруг я знаю, что Луна не настоящая. Откуда это взялось? А потом вдруг все начинается. Я зашел в интернет, и в течение двух-трех минут я не думал, что что-то найдется. Я просто ввел несколько слов, обозначавших, что Луна не совсем то, что мы думаем. И Эврика, в течение двух-трех минут или меньше я нашел эту книгу. «Мистерия Луны» или «Кто построил Луну», написанную двумя исследователями, написавшими и другие книги, одна из которых исследует масонство. А эта книга указывает на исключительные аномалии, связанные с Луной. Что Луна на самом деле полый внутри астероид, что могла сделать только очень развитая раса. Ее доставили сюда, чтобы овладеть Землей. И то, что они делают, выглядит хорошо продуманной схемой действия. Они приводят эти Луны, и после этого они фундаментально влияют на планету. Я имею в виду, и что такое Земля, и как она вертится, и под каким углом зависит от Луны. Практически все, все из-за нее. И когда они прибыли — бинго! — все меняется. И общества, существовавшего до этого, больше нет. А потом они порвощают планету. Я еще расскажу, как. Но на каждой из планет каждый раз происходит одно и то же. Рост населения — раскол в обществе. повсеместные войны. А в это время планета опустошается и тихо угасает. Когда Луна прибыла, и снова очень важно вернуться от голографической реальности к основной структуре, мы, естественно, видим твердую Луну в видимом нам мире. Но исходно — это энергетическая структура в метафизической Вселенной. Когда она прибыла, и случились прочие события, которых я пишу в книге, это все создало то искажение в информационной структуре, волновой информационной основы этой Вселенной. После того, как это случилось, это отразилось здесь, всеми катастрофами и прочим, о чем я говорю, о чем говорили древние. Это выразилось в виде геологического катаклизма, Великого потопа и так далее. И очень частая тема, о которой говорят древние, в связи с этим, что Земля перевернулась. И вы думаете, да какого черта? Как Земля могла перевернуться? Что произошло? Что случилось, когда появилась Луна и перевернулась Земля? Угол наклона оси сейчас таков из-за Луны. Из-за искажения наступил конец миру, что был до этого. А мы, в общем, вернулись к трению палочек после этого всего. Это искажение отразилось и на разуме человека, на его восприятии, его психике. Мы полностью изменились. Наше восприятие мира, кто мы такие и где мы такие. Итак, книга «Мистерия Луны», как я сказал, действительно рекомендую прочесть. То, как Луна выглядит, множество аномалий, а также взаимосвязей между Солнцем, Землей и Луной. Математические, геометрические совпадения имеют отношение только к этим трём телам и Солнечной системе. Они не работают по отношению к другим планетам, только к этим трём. И Луна настолько исключительно точно расположена, что из-за того, где она, когда происходит затмение, она того же размера, что и Солнце. Вот почему мы наблюдаем затмение. И авторы «Мистерии Луны» утверждают следующее. Луна больше, чем должна быть, несомненно, старше, чем должна быть, и гораздо легче, чем должна быть. Она имеет странную орбиту, и столь исключительно и удивительно, что все существующие объяснения её присутствия полны несоответствий, и ни одно из них не выдерживает и малейшей критики. Когда вы спрашиваете, откуда взялась Луна, то получаете вот эту историю. И как многое в том, что кличут наукой, люди принимают это как факт, то, что на самом деле теория, которую, повторяя, выдают за факт, и вы убеждаетесь, что это только теория. И первое из них о том, что Луна была создана посредством события, известного как теория шлепка, или теория гигантского шлепка. Она описывает, как планета размером с Марс, пролетая мимо, ударила Землю, серьёзный кусок отвалился и стал Луной. Когда физика не подтвердила этот вариант, они выдали теорию двойного шлепка, исходя из которой планета размером с Марс ударила Землю, от неё отвалился кусок, а планета размером с Марс думает, я шлёпнул его по правой, шлёпнул его по левой, возвращается и шлёпает ещё раз, старый добрый с левой, с правой. Просто полное отчаяние. А правда в том, и настоящие учёные вам расскажут, что у них нет ни малейшего понятия, откуда Луна нарисовалась и что она не должна согласно физике там находиться. Этот человек, Айзек Азимов, писатель и профессор биохимии, написал немало на эту тему, и он рассказал следующее, прямо в точку. Он говорит, «Приходится констатировать, что Луна по справедливости не должна находиться на своём месте. Тот факт, что она там есть, это из тех случайностей, что слишком идеально, чтобы принять их на слово. Малые планеты, такие как Земля, со слабой гравитацией, нередко не имеют спутников. Вообще, когда такая планета имеет спутники, они гораздо меньше, чем сама планета. Следовательно, даже если Земля имеет спутник, найдётся множество причин подозревать, что в лучшем случае это будет маленький астероид около 50 километров в диаметре. Но это не так. Земля не только имеет спутник, но он огромен, 3475 километров в диаметре. Как же тогда случилось, что у крошечной Земли есть такой? Поразительно. Некоторые учёные говорят о взаимоотношениях двух планет, а не о взаимоотношениях планеты и спутника. Луна крупнее Плутона. Лучшее объяснение наличия Луны, что она ошибка наблюдения, Луна не существует, сказал этот учёный. Другой из НАСА, похоже, проще оправдать отсутствие Луны, нежели её наличие. А затем Луна ещё и полая. Это говорю я, и другие говорили то же самое. Два вот этих русских учёных из Советской Академии Наук опубликовали в 1970 году статью в журнале «Спутник» в России, названную «Является ли Луна созданием инопланетного разума?» И все прошедшие годы спустя только подтверждают тот факт, что они были правы. Сенсационную версию о неестественном происхождении Луны первыми выдвинули советские учёные Александр Щербаков и Михаил Васин. В 1968 году они выпустили статью под названием «Луна – искусственный спутник». На весь Советский Союз Щербаков и Васин заявили, «Луна – пустая внутри». И создали такую конструкцию внеземные цивилизации. Они обращают внимание, как и другие, что внешняя поверхность Луны исключительно твёрда и содержит минералы вроде титана. Некоторые лунные камни, как оказалось, содержат в 10 раз больше титана, чем самые богатые им камни на Земле. Титан используется в сверхзвуковых самолётах, глубоководных подлодках и космических кораблях. Доктор Харальд Урей, получивший Нобелевскую премию по химии, заявил, что был крайне озадачен камнями с Луны, особенно содержанием титана. Он назвал образцы взрывающими мозг, сказав, что не смог разумно объяснить такой уровень содержания титана. Двое русских учёных писали в своей статье, «Если материал должен служить в защите гигантского искусственного спутника от неблагоприятных воздействий температуры, космической радиации и бомбардировки метеоритами, эксперты наверняка выбрали бы именно эти тугоплавкие металлы». Тугоплавкие металлы невероятно устойчивы к высоким температурам и изнашиванию. В этом случае становится понятно, по какой причине лунная порода является крайне плохим проводником тепла. Фактор, столь удивлявший астронавтов. Не стоят ли дизайнеры этого суперспутника Земли за всем этим? С точки зрения инженера, этот космический корабль ушедших эпох, что мы зовём Луной, сконструирован великолепно. Они утверждают, что это астероид пола изнутри. Утверждают так. «Если вы собираетесь запустить искусственный спутник, полезно построить его полом». В то же самое время, слишком наивно полагать, что кто-либо, способный на столь потрясающий космический проект, был бы удовлетворён чем-то вроде громадной пустой железяки, заброшенной на околоземную орбиту. Более вероятно, что перед нами очень древний космический корабль, внутренности которого были заполнены топливом для двигателей, материалами и приспособлениями для ремонта, навигационными приборами, аппаратурой для наблюдения и прочего рода оборудования. Другими словами, всем необходимым, чтобы эта вселенская каравелла могла служить в качестве Ноева ковчега. Именно так. Для дальнейшей разведки, возможно, даже как дом для целой цивилизации, готовящейся к продолжительному тысячи миллионов лет существованию и бесконечному блужданию в космосе тысячи миллионов миль. Если всю эту силу использовать, мы сможем спасти нашу расу, возродить её здесь. Естественно, подобный корабль должен быть сверхпрочным, чтобы противостоять ударам метеоритов и резким колебаниям температур между крайне высокими и крайне низкими. Кроме всего, оболочка состоит из двух слоёв. Основа — тёмная броня, примерно 20 миль толщиной, а поверх — другое, менее плотное покрытие, слой потоньше, около 3 миль. В некоторых областях, морях и кратерах верхний слой довольно тонок, иногда отсутствует совсем. Как отметил этот учёный, Луна словно вывернута наизнанку. Другими словами, то, что снаружи, должно находиться внутри. И это подтверждает идею астероида с выбранной опустошённой сердцевиной. И когда я начал сводить информацию воедино, и в новой книге данных гораздо больше, я позвонил южноафриканскому жрецу Кредамутва и обнаружил, что легенды народа Зулу исключительно точны в своём символизме. И дело ведь именно в символизме. Возьмите этих антропологов и прочих. Они полазят кругом, посмотрят на шаманов, послушают древние истории и понимают всё до мелочей. Буквально. В наше время, как я уже говорил, у нас есть технологии, подходящие для сравнения. Технологии отражают реальность. И, соответственно, у нас есть аналогии. Когда эти древние истории складывались, общество было другим. И приходилось пытаться понять непонятное, пользуясь более простыми понятиями, доступными людям тех времён. И символическое описание им в этом помогало. Так что, когда я позвонил Кредамутва, я не сказал ему ничего о том, что я исследую, на что наткнулся и о чём думаю. Я просто спросил, не мог ли он рассказать какие-нибудь зулузские легенды о Луне. И он ответил, да, мы считаем Луну яйцом. Торговец из Карса рассказал мне, что драконы произошли от Луны. От Луны? Он сказал, что Луна — это яйцо, Калиси. Когда-то на небе было две Луны, но одна слишком приблизилась к Солнцу и лопнула от жара. Из неё вышли тысячи и тысяч драконов, и они пили огонь Солнца. Воспринимая всё буквально, когда зулусы говорят, что Луна — это яйцо, антропологи только пожимают плечами. Примитивные люди, сами понимаете. Но нет, они символизируют её как яйцо, не просто так. И вот что он сказал. Легенды народа Зулу рассказывают, что Луну пригнали сюда сотни поколений тому назад два брата — Вовани и Мпенку. Они были вождями Читаури. Их знали как водных братьев. Их кожа была, цитирую, покрыта чешуёй, как у рыб. Заметьте, эта история почти полностью соотносится с теми, что найдены на древних табличках в нынешнем Ираке. Шумери, шумерские упоминания об аннунаках, нечеловеческой расе, я бы сказал, рептилоидной расе, прилетевшей на Землю, тем же образом, каким это описывают в других уголках мира, древнего мира. И аннунаки, согласно табличкам, прибыли под командованием двух братьев. Их звали Энки Энлиль. И по крайней мере, один из них, Энки, символизировался под другим именем, которое говорило об отношении к воде. Точно так же, как и здесь. Зулузские легенды рассказывают, как Вавани Импанку украли Луну в форме яйца. Они символизируют это в образе яйца, не потому что они примитивные люди. У великого огненного дракона и вынули желток, сделав её полой. Потом они прикатили Луну через всё небо к Земле и вызвали катастрофические события на этой планете. Зулузские легенды также рассказывают, что Читаури угрожали сдвинуть Луну, если люди не будут делать то, что они скажут, из-за разрушений, которые бы это вызвало. То, что сказали те двое учёных о верхнем толщином в 2-3 мили защитном слое, за которым ещё 20 миль прочнейшего слоя, объясняет одну из лунных аномалий, заключающуюся в примерно одинаковой глубине кратеров. Хотя сила ударов и размер кратеров могут быть совершенно разными. Глубина примерно одинакова. Разница совсем незначительная. И они говорят, что это потому, что сначала идёт внешний слой, амортизирующий, а дальше внутренний защитный слой, исключительно прочный. Помню, где-то в 2001 году несколько людей, выступавших в национальном пресс-клубе в Вашингтоне, участников государственных проектов, космических и других, предоставляли доказательства того, что они видели, но что скрывалось от публики и не выходило на всеобщее обозрение. Одним из них был этот человек, сержант Карл Вульф. Он рассказал в пресс-клубе, что его вызвали в ту часть базы, где они составляли так называемые мозаики, после того, как спутники, пролетая над Луной, фотографировали её. Затем брались разные снимки и составлялись вместе, чтобы получить полный ландшафт. У них были технические проблемы, и он пришёл попытаться помочь им. А потом один из сотрудников, работавший над мозаикой, показал ему нечто интересное. И вот что он сказал на презентации в Вашингтоне. И он показывал мне, как всё это работает. Мы подошли к одному из групп лабораторий, и он сказал, «Кстати, мы обнаружили базу на обратной стороне Луны». Я спросил, «Чью? О чём ты? Чью?» Он ответил, «Да, мы обнаружили базу на обратной стороне Луны». В этот момент мне стало страшно. Затем он вытащил одну из мозаик и показал одну из баз геометрической формы. Там были башни, сферические сооружения, очень высокие башни, и нечто похожее на тарелки радаров, только очень большие. Я не пытался выяснить что-то конкретное. Я просто решил всё забыть. Но вот что интересно. Каждый день по дороге домой я думал, «Жду не дождусь, когда об этом расскажут в новостях». Понимаете? Это было очень наивно с моей стороны. И вот 30 с чем-то лет спустя мы всё ещё ничего об этом не слышали. Если я сравню с тем, что видел к этому времени, поскольку теперь у меня есть снимки с вымаранными местами на них, похожими на те, что я видел тогда, они огромны. Этот момент всегда отличает Луну. Огромные размеры. Это всплывает всё время. Структуры и технологии. И если хотите, космические корабли, с которыми работают эти люди, некоторые из них абсолютно чудовищны. Нам их даже не с чем сравнить, поскольку они пересекли тот самый Рубикон понимание, как работает реальность, и, следовательно, каковы возможности появляются. Есть структуры величиной в полмили. Они реально большие. Здания с поверхностями, кажущимися сверхотражающими. Пара структур напомнила мне охлаждающие башни на электростанциях. У них похожая форма. Некоторые из них были просто очень, очень стройными и высокими, с плоской вершиной. Какие-то из них были круглыми, какие-то выглядели как сборные ангары с куполом, вроде оранжереи. На одном снимке были сконцентрированы несколько из них по всему ландшафту, весьма широкому ландшафту. Другие люди на том пресс-клубе говорили, как НАСА систематически вымарывает любые артефакты неестественного происхождения, попадающиеся на поверхности Луны. Этот документальный фильм, названный «Восход Луны», вы можете посмотреть его на Ютубе, я думаю, рассматривает фотографии, сделанные во время проекта «Миссия Клементина» в 1994-м, когда было получено 1,8 миллиона цифровых снимков поверхности Луны. Вы видите, что на ландшафте были заретушированы какие-то места. В смысле, что заретушировано? Здесь подобного просто навалом. Потом есть еще вот что, тоже вымаранное. Если взглянуть с другого угла, вот оно. Что это за фигня? Что? Было особенно поразительно в этом фильме. Они показали этот снимок эксперту по фотографиям, кто работал с НАСА. И он установил, что эта штука в 10 раз больше Лос-Анджелеса. Это потому, что мы имеем дело с феноменальным пониманием, как создать подобную технологию, благодаря пониманию природы реальности. И что бы то ни было, оно не выглядит как нечто естественное. И все прочие снимки также вымараны. И все также смазано, даже при увеличении. А еще я взглянул иначе, пока изучал тему на звезду смерти из «Звездных войн». Джордж Лукас, и я повторял это в своих книгах постоянно, человек, посвященный в очень многое, в далекой-далекой галактике. Не думаю, не думаю. Все это гораздо ближе к нам. И, конечно же, в «Звездных войнах» звезда смерти выглядит очень похоже, конечно же, на Луну. И она была сконструирована для нападений на планеты и их захвата. Так же, как я сейчас говорю в отношении Луны. И здесь скрыто немало интересного. Во многом, это так напоминает то, о чем мы здесь говорим. И совсем не совпадение, что Джордж Лукас тут замешан. И вот что интересно, это Мимос, естественная Луна Сатурна. А это «Звезда смерти». Очень интересно становится, когда мы их сравниваем. Помимо этого, были разговоры совсем недавно. Были серьезные обсуждения в последние две недели, что одна из лун Марса, Фобос, это астероид, полый внутри. Вот что было сказано давным-давно, в 63-м главой отдела прикладной математики в НАСА, что Фобос — возможно, колоссальная база, вращающаяся вокруг Марса. И, как я сказал, сейчас вновь идет обсуждение, что подобное возможно. Один из эпизодов Стартрека был о пустом внутри астероиде, ставшем за тем космическим кораблем, построенным внутри него. Огромное множество научной фантастики. Они тыкали всех нас носом в это. Фантастика. Совсем нет. Они оперируют фактами. Это выглядит странным. Мегалитические структуры, построенные на территории Западной Европы, часто использовались для наблюдения за движением Солнца и Луны. Но как мера длины, на которой основаны эти структуры, может столь точно соотноситься с длинными окружностей этих тел и Земли? Это, возможно, противоречиво звучит, но я известен такими заявлениями. Я думаю, что мегалиты были построены, чтобы подавить энергетическое поле Земли, по причинам которых через секунду, поскольку мы взаимодействуем с этим полем все время. Как можно контролировать всю рыбу одновременно, контролируя море, где они плавают. Способ контролировать человечество, подавить человечество, это подавление энергетического поля энергии и информации, находящейся в этом поле, доступной для нас. Эти фантастические сооружения не были построены людьми в одиночку, давайте признаем это. Ну а сейчас о том, в чем, полагаю, я одинок на данный момент. Не уверен, что навсегда, так что слушайте. В книге гораздо больше подробностей, но мы должны соединять точки дальше. В какой-то момент в моей голове, пока я складывал все факты воедины, снова оформилось некое понятие, названное мной Лунной Матрицей. Первая часть сегодняшней лекции исключительно важна для понимания, как это может работать. Лунная Матрица — это частота вещания, идущая с Луны, клинившаяся в диапазон, принимаемый человеческим телом, компьютером и структуру виртуальной Вселенной в целом. Это создало узкую субреальность в более широкой виртуальной реальности. Эй, Кей, ну-ка, давай уже, открывай! Повторяю, это очень важно. Мы видим Луну как физическое тело, но ее основа, как и все в этой реальности, волновая информация. Я бы сказал, и я думаю, это продолжит становиться более очевидным со временем, я бы сказал, Луна на самом деле не только то, о чем мы уже говорили, но и межпространственный портал, служащий средством перехода из других реальностей в нашу. Ее позиция просто исключительна. А это что такое? Ты ведь знаешь, откуда взялась Луна, да? Нет. Она пришла из мира снов. Первый хранитель извоял Луну и принес ее в наш мир через эту дверь. Я утверждаю, что эта частота, идущая с Луны и создающая субреальность, постоянно декодируемую нами, а также манипуляции с генетикой человечества, широко описанная древними, транслируется для принудительной настройки тела компьютера и подключения его к нужному диапазону частот, названному мной лунной матрицей. Это идея Нила Хейга, концепция Лунополии. Это наш мир, структура, в которой мы застряли. Закрытый снаружи ящик, замкнутый мир, в котором мы рождаемся раз за разом, снова и снова. Я считаю, что на нас всех постоянно воздействует, что мы превращены в коллективный разум улей вещанием этих частот, закрывших нас в чувстве ограниченности. И это действует как механизм возврата к исходному состоянию, к заводским настройкам. Начав просыпаться, нельзя останавливаться, иначе ты возвращаешься к нулю из-за давления лунной матрицы, впихивающей нас обратно в ящик ограниченности. Виртуальная реальность в компьютерных играх подменяет информацию для пяти чувств, заставляя их декодировать игровые данные, рисуя виртуальную реальность. Я говорю, что лунная матрица делает то же самое, и это элемент хорошо продуманного плана, посредством которого захватываются планеты. Наши пять чувств также пичкают чем-то подобным, и мы декодируем фальшивую реальность. В общем, мы подключены к этому как коллективному разуму, поэтому мы так похожи на стадо, которым когда-то не были. Знаете, если вам хочется фыркнуть, просто послушайте дальше, поскольку слоёв ещё много. То, о чём я говорил сегодня, что та основная частота вибрации из чёрных дыр проходит сквозь этот цикл, высвобождая различную информацию в виде фотонов из Солнца, мы её декодируем, и реальность меняется, так мы проходим сквозь различные эпохи. Я предполагаю, что лунная матрица вклинилась в этот поток фотонной энергии, перекрыв его, так же, как поступили в Китае с интернетом китайские власти. Они лишили нас возможности приёма огромного объёма информации из вселенной виртуальной реальности, ранее нам доступного. Теперь, если кто-либо считает фантастикой, что мы способны видеть то, что в реальности отсутствует, и можем не видеть того, что есть на самом деле, вот журнал New Scientist, Америка только что перешла с аналогового на цифровое телевидение. В этот короткий год, пока бывшие аналоговые частоты не были задействованы, поскольку должны быть заняты в дальнейшем сотовыми сетями, неожиданно и впервые учёные имеют возможность настроиться и услышать ранее недоступные радиоволны из разных галактик. Почему ранее недоступные? Потому что мы смотрели долбанный телек! До момента отключения в Америке радиоволны естественного происхождения на частотах в диапазоне 700-800 МГц были заглушены сигналами аналогового телевидения, препятствуя астрономам в исследовании Вселенной в этом частотном диапазоне. Освобождение этого спектра частот — редчайшая возможность увидеть космос в этом диапазоне. А теперь представьте, каковы возможности этой высокой технологии блокирования частот, если мы не в состоянии воспринимать то, что существует, и воспринимаем то, чего нет. Вот что она делает, я так понимаю. Мы ещё не раз это обсудим в дальнейшем. Как следствие, мы действуем, ограниченный пузырём-пузырём виртуальной реальности внутри более широкой виртуальной реальной Вселенной. И она подключается через нашу систему кристаллов приёма-передатчиков, вроде той, что есть у нашей планеты, создавая нынешнюю ситуацию, когда мы декодируем мир, которого, возможно, просто нет, кто знает. Но это определенно совершенно другой мир по отношению к кажущемуся нам с вами. И возвращаемся вот к чему, теперь с большим пониманием. Матрица повсюду. Она окружает нас. Даже сейчас она с нами рядом. Ты видишь её, когда смотришь в окно или включаешь телевизор. Ты ощущаешь её, когда работаешь. Идёшь в церковь, когда платишь налоги. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Какую? Что ты только раб, Нео. Как и все ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснёшься. В темнице для разума. И я бы сказал, что эта тюрьма для разума — это лунная матрица, окружившая нас вибрационным заграждением, прорваться сквозь которое мы способны лишь став сознательными, а следовательно, вибрируя за пределами стен лунной матрицы, являющейся полосой частот. А если мы выходим за границы этого диапазона, против чего общество и выстроено подобным образом, с его стрессами, страхами, войнами и конфликтами, то, выбирая снаружи из этой вибрационной тюрьмы, мы начинаем повторять, «Я терехнулся, почему я не видел этого раньше?» Она фундаментально воздействует на эндокринную систему, соединяющую нас посредством системы чакр, частью которой является третий глаз, с высшей реальностью. Она воздействует на вырабатываемые нами гормоны, которые фундаментально влияют на поведение человека, его здоровье и восприятие, не при помощи матрицы, просто потому что она есть. И она фундаментально влияет вот на эти органы — гипофиз и шишковидную железу. от которых зависит наше шестое чувство, возможность видеть сверх пяти чувств. Это целенаправленно подавило во многих людях третий глаз, который в предыдущем режиме до появления матрицы мы использовали для восприятия огромных областей реальности, намного больше того, что можем сейчас. Слово «месяц» происходит от синонима, обозначающего Луну. Луна, конечно же, вращаясь вокруг Земли, всерьез влияет на наше восприятие времени. Перевел Святослав Макаров, озвучил Рамбл. Специально для Unseen Matters. И вдруг я просто понял, что Луна — не та, за что себя выдает. Она не тело небесное, или явление природы, как нам всегда казалось. Субтитры создавал DimaTorzok